Привет, ребята, это Алена. Сегодня с вами говорим на базовую тему, как правильно ставить намерение для того, чтобы получать в итоге результат. Очень многие ставят какие-то цели, какие-то нереальные планы, какие-то ужасные запросы, которые нереально реализовать за короткосрочный период. Я могу сказать, что для того, чтобы цели ставить правильно и вам хотелось реализовывать эти цели, важно получать, научиться результат. Не нужно ставить себе цель покупки ламборджини через год или не нужно ставить себе цель, когда ты не умел 10 тысяч зарабатывать за 2 месяца. Соответственно, ну я утрирую, но бывают и такие вещи, следовательно, если ты не умел, например, бегать или не умел прыгать или не умел восстанавливаться, ты должен этому научиться. И не нужно ставить цели, которые, в принципе, разрушают. Что важно делать для того, чтобы цель в краткосрочный период реализовалась? Правильная цель это, во-первых, ее постановка, второе, это следование лично своей цели, не чужой, а именно своей цели, которая работает с состоянием внутреннего твоего человека. То есть ты не умом делаешь это, это ты делаешь из сердца. Следующее, для того, чтобы цель была реализована и нужно спросить у себя, это моя ли цель или это цель совершенно другого человека? Для того, чтобы хорошо, комфортно реализовывать то, что у вас происходит, очень важно научиться делать самые базовые простые вещи. То есть обязательно начать, во-первых, медитировать в моменты, когда вам страшно, тревожно, вы в каком-то стрессе. Дальше обязательно научиться работать с собственными убеждениями и научиться работать с собственным восстановлением. Люди, которые обычно больше всего тревожатся, они находятся в состоянии хронического стресса. Как правильно ставить цель? Обязательно спросить, моя ли она, несколько дней ее обдумать и обязательно научиться реализовывать маленькие цели, для того, чтобы получилась какая-то дальше большая цель. И если вы, например, ставите заработать миллион долларов, но вы никогда не зарабатывали 30 тысяч рублей, нужно научиться зарабатывать 30 тысяч рублей, несмотря на то, где вы есть, что вокруг вас есть, и пользоваться всем подручным, для того, чтобы вы могли справиться с этим всем. Пишите вопросы, с радостью вам отвечу, ваша Алена. Пишите вопросы, с радостью вам.